Добрый день, уважаемые коллеги. Моя презентация будет несколько перекликаться с презентацией Ольги Григорьевны. С той лишь разницей, с тем акцентом, что в наши исследования включены пациенты в возрасте от 0 до 5 лет. И предварительные результаты нашей работы мы хотим вам продемонстрировать. Позвольте, я не буду подробно останавливаться на классификации медового гластом 2016 года. Неоднократно вы уже об этом слышали. Еще раз акцентирую внимание на том, что на современном этапе развития науки только молекулярно-генетические факторы опухоли позволяют нам и стратифицировать пациентов на группы риска, а также спрогнозировать, запланировать объем и интенсивность терапии и с известной долей вероятности спрогнозировать ответ на лечение и исход заболевания. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 200 первичных случаев злокачественных на образовании головного мозга у детей в возрасте с рождения до 4 лет. Точной статистикой медулобластом в России мы не обладаем, но даже если принять во внимание литературные данные, согласно которым на медулобластом приходится как минимум 20% на образование головного мозга у детей, это цифра не менее 40 новых случаев в год, а если принять во внимание тот факт, что первый пик заболеваемости приходится на возраст около 4 лет, вероятно, эта цифра может быть еще выше. Этот слайд тоже был продемонстрирован сегодня, это современные прогностические факторы медулобластом, которые приняты на консенсусной конференции 2015 года. Я скажу только одну вещь, то, что все эти факторы утверждены для детей старше 3 лет, то есть по-прежнему группа пациентов с медулобластомой с рождения до 3 лет не имеет документированных, общепризнанных факторов риска на данный момент. В нашем исследовании всем пациентам было выполнено молекулярно-генетическое исследование опухоли с помощью методики полногеномного анализа метилирования ДНК. Все эти исследования также выполнены Андреем Геннадьевичем Коршуновым и за предоставленные результаты мы, конечно, его благодарим. Далее, позвольте представить предварительные результаты нашей работы. На данный момент в наше исследование включено 48 пациентов с первично верифицированной медулобластомой. Возраст пациентов составил младше 5 лет. Период наблюдения с 2002 до января 2017 года. Наиболее часто мы наблюдали медулобластому группы 3. Это самая многочисленная группа в нашем исследовании. 21 пациент. На втором месте по частоте встречалась ССЧ медулобластома. На третьем месте медулобластома группы 4. В одном случае была верифицирована в ВНТ медулобластома. Пациенту выполнено радикальное удаление опухоли. Метастатического поражения не наблюдалось. То есть была им 0 стадия. Он получил стандартную терапию. В настоящее время этот пациент жив, без признаков прогрессирования болезни, с длительностью наблюдения 52 месяца. Как мы видим, при распределении по возрасту в наше исследование, к сожалению, не попало ни одного человека в возрасте до года. И группа пациентов в возрасте от года до 3 лет была представлена меньшим количеством пациентов. Самая многочисленная группа представлена пациентами от 3 до 5 лет. Большинству пациентов была выполнена нерадикальная операция по удалению опухоли. Были представлены все гистологические варианты. Также мы в наш анализ включили такой фактор, как введение метатриксата регионарно, то есть энтротекально, интервентрикулярно. И далее эти результаты я вам продемонстрирую. Также мы оценивали зависимость выживаемости пациентов от применения опции лучевой терапии. О чем-то уже я потом скажу. На диаграмме наглядно представлено распределение пациентов по молекулярно-генетическим подгруппам. Самое многочисленное в нашем исследовании 44% – это группа 3. Далее представлены кривые выживаемости. Первый верхний слайд демонстрирует выживаемость без прогрессии. Мы видим достоверные различия. Группа пациентов с медулобластомой группы 3 демонстрирует наихудшие показатели выживаемости. При анализе общей выживаемости по подгруппам мы не получили достоверной разницы, но группа 3 также демонстрировала наихудшие показатели выживаемости. Мы проанализировали выживаемость без прогрессии в зависимости от амплификации онкогенов МИК и МИК-Н. В нашем исследовании амплификация гена МИК наблюдалась у трех пациентов. Все три случая представлены медулобластомой группы 3. И также по одному случаю продемонстрирована амплификация МИК-Н. Один случай в группе 4 и один в СХ. Мы получили тенденцию к худшей выживаемости у пациентов с наличием амплификации генов МИК и МИК-Н, однако без достоверной разницы. Далее продемонстрированы кривые выживаемости без прогрессии в зависимости от группы. Если мы посмотрим на этот слайд, здесь кривые для группы 3 продемонстрированы. Мы без статистически достоверной разницы получили тенденцию к худшей выживаемости пациентов младшего возраста, то есть в возрасте до трех лет, с R-плюс стадии, с метастатическим распространением болевания. Как ни странно, хотя просто как факт, пациенты с дисмопластической гистологией у нас продемонстрировали самую худшую выживаемость. Один пациент быстро спрогрессировал после инициальной химиотерапии, и, к сожалению, он не отвечает на все последующие противорецидивные протоколы. Один пациент также быстро спрогрессировал, получил лучевую терапию, и сейчас у него стабилизация болезни. При анализе кривых выживаемости для группы 4 мы видим, что объем резекции влиял на выживаемость пациентов. И интересные данные, чтобы не задерживать ваше внимание, очень кратко скажу, самый интересный факт, который мы получили, заключается в статистически достоверно полученной разнице выживаемости пациентов SHH группы в зависимости от регионального ведения метатриксата. В нашем исследовании те пациенты, которые получали локальный метатриксат, к сожалению, продемонстрировали значимо худшие показатели общей выживаемости по сравнению с той группой, которая не получала введение метатриксата локально. В заключение, просто как резюме, в нашем исследовании мы получили два достоверных различия. Мы получили худшую выживаемость детей с медулобластомой младше 5 лет в группе 3, а также у тех пациентов, у которых верифицирована группа SHH, и которые получали региональный метатриксат. Поскольку остальные все показатели без достоверной разницы нами получены, мы можем говорить только о тенденциях. Так, наихудший прогноз в нашем исследовании продемонстрирован для пациентов группы 3 младше 5 лет с остаточной опухолью и с наличием метастатического распространения процесса. Прогноз у детей с медулобластомой младше 5 лет также ухудшается при наличии амплификации онкогенов МИК и МИКН. Объем резекции влиял на выживаемость в группе 3 и группе 4. При анализе выживаемости в зависимости от лучевой терапии, от использования или без нее, пациенты группы SHH не продемонстрировали разницы значимой. И необходимо, конечно, дальнейшее исследование на большей когорте пациентов. У нас исследование продолжается, то есть это не вся работа, это не заключительный этап, а только предварительные результаты. Здесь слайд, который демонстрирует нашу благодарность всем за совместную работу. Как видите, здесь достаточно большое количество регионов, и мы надеемся, что и другие регионы нашей обширной страны присоединятся к нам, и мы вместе будем плодотворно работать. Благодарю за внимание. Спасибо.